Всем привет, друзья! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас. И в сегодняшнем видео я покажу несколько отличных упражнений с метрономом. Практически все знают, что для того, чтобы добиться хорошего чувства ритма, нужно заниматься с метрономом. Но немногие обращают внимание на то, как именно нужно заниматься с метрономом. Ведь на самом деле вариантов работы с метрономом может быть очень много. И сегодня я покажу несколько из этих вариантов. У меня уже есть видео на канале на тему работы с метрономом. Для начала советую вам его посмотреть. А сегодня у нас будет видео, в котором я покажу, как вы можете заниматься в триольной пульсации. Я возьму очень простой басовый ход. Это будет у нас ход такой. Будем обгибривать до-септаккорд таким образом. То есть ноты до, ми, соль, си, бемоль. Все максимально просто. Четыре ноты. Задача данного видео именно продемонстрировать варианты работы с метрономом, а не построение басовой линии. И первый вариант, который я уверен, вы уже практикуете. Это просто мы ставим метроном на каждую четверть в такте. То есть я играю эту линию четвертями. Соответственно, моя задача будет попадать максимально точно с метрономомом. Метроном я ставлю темп 80. И играю. То есть здесь все максимально просто. Метраон стучит, вы пытаетесь попасть в него. Но так как триольная пульсация, я все равно в голове просчитываю эту пульсацию. Так я лучше как бы опираюсь на эти четверти, и они становятся ровнее. Потому что вот эти вот удары, если их не делить совсем, то как бы они будут плавать. У вас не будут опоры. А вот когда я их разделил на три, то мне уже намного легче попадать в каждую из них. И, как я уже сказал, триольная пульсация здесь у нас присутствует. Поэтому нам нужно максимально хорошо ее ощущать. Сейчас я представлю вот этот же самый метроном не как сильную первую четверть в группе, а как третью триоль в группе. То есть третья триоль каждой четверть. Обратите внимание, метроном абсолютно не меняется. Как было 80, так и осталось. Я просто представляю в голове у себя, что он стучит третью триоль в группе. Сейчас я продемонстрирую, как это звучит. Обратите внимание, что я сейчас продемонстрировал, как вслух можно проговаривать пульсацию. Это очень важно, особенно на начальном этапе проговаривать вслух пульсацию, в которой все происходит. И при этом играть как бы свою партию и слушать метроном это уже достаточно непросто. И второй вариант здесь. Мы можем представить данный метроном как вторую триоль в группе. Сейчас продемонстрирую, как это звучит. Опять я проговорил пульсацию, чтобы вы услышали, как это все звучит вместе. Обязательно внутри себя вы все равно должны знать, где сильная доля. Далее немножко усложняем задачу. Теперь я поставлю метроном в два раза реже. То есть это было 80. Сейчас я поставлю метроном на 40 ударов в минуту. И он будет у меня стучать два удара в такт. Во всей эстрадной музыке, там все, что касается джаза, рок, поп-музыки. То есть мы знаем, что у нас как бы эта музыка, она опирается на вторую и четвертую доли в тактах. Соответственно, я представлю сейчас этот метроном как вторая и четвертая доли в тактах. При этом буду играть ту же самую партию. Опять-таки внутри себя, и сейчас я вслух продемонстрировал, я проговариваю пульсацию. Это очень важно, с таким метрономом это уже тяжелее попадать в него точно. Поэтому пульсация вам будет очень хорошо помогать. И по аналогии с предыдущим примером, я сейчас буду представлять этот метроном как третью триоль в группе. Сейчас я представлю ее как третью триоль перед первой долей и третью триоль перед третьей долей в тактах. Послушаем, как это звучит. Вот, это уже немножко посложнее. И еще один вариант здесь, это мы представляем эти удары метронома как вторую триоль в группе. Сейчас я представлю их как вторая триоль после первой доли и вторая триоль после третьей доли. Послушаем, как это звучит. Еще немножко усложняем задачу. Я ставлю метроном на 20 ударов в минуту, то есть еще в два раза реже. И теперь у меня будет один удар в такте всего лишь. И я сейчас представлю этот один удар как вторую четверть каждого такта. Послушаем, как звучит. Вот это уже достаточно сложно. И чтобы вам четко попадать, обязательно нужно проговаривать пульсацию внутри себя, а поначалу вслух. И теперь по аналогию с предыдущими примерами мы представляем этот один удар метронома как третью триоль в группе. Сейчас это будет третья триоль перед каждой первой долей в такте. Послушаем, как это звучит. Вот это уже прям действительно сложно и нужно иметь концентрацию. И нужно очень важно запуститься, да, поначалу, то есть послушать, как звучит метроном. Несколько тактов, то есть въехать в его темп. И еще один вариант здесь, наверное, самый сложный. Это мы представляем этот один удар метронома как вторую триоль в группе. И это будет у меня сейчас вторая триоль после первой доли каждого такта. Слушаем, как звучит. Это уже тоже достаточно сложно. Если вы заметили, я сам не всегда идеально точно попадаю. И это работа, которую вы должны делать каждодневно. И тогда ваше чувство ритма будет улучшаться. На самом деле с таким редким метрономом уже вариантов достаточно много. То есть вы можете представить этот один удар метронома, допустим, как сильную долю, как третью, как четвертую. Или, допустим, как синкопу, допустим, перед второй долей такта. Или перед третьей, третью триоль, да, или вторую триоль. То есть здесь уже вариантов достаточно много. И я советую вам проработать каждый из них отдельно. А на сегодня это все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!